Фермеры Кустанайской области восстанавливают поголовье скота, пострадавшего во время паводков. Им выплатили компенсации за погибших лошадей, коров и овец. Больше всего пострадали хозяйства в южной части региона. Только в Амангельдинском районе сельчане потеряли больше 3,5 тысяч животных. Какую сумму им возместили, знает Наталья Строкова. До паводков хозяйства до лет было тысячу голов скота. Это лошади, коровы и овцы. Во время наводнения погибли все животные. Но уже в мае фермеры получили первые выплаты от государства. Сейчас удалось восстановить половину поголовья. На этой зимовке Амангельдинского района животновод Мирсахалит Турмахамбетов выращивает скот уже 10 лет. Говорит, что такая большая потеря поголовья случилась впервые. После получения компенсации все лето закупал племенных бычков и телок. В ближайшие дни ожидает очередную партию. Наша цель – развивать породу. Мы закупаем в ближайших хозяйствах коров гирефордской и казахской белоголовый пород. Это скот мясного направления. Численность лошадей уже такая же, как и до паводка. Сейчас ремонтируем загоны к зиме. Сеном запаслись. В этом году травы было много. Из-за паводка жителей Амангельдинского района потеряли больше 3,5 тысяч голов скота. Сельчане с конца марта по апрель, по данным заместителя Акима Амангельдинского района, Абая Шукенова, подали 77 заявок на компенсации. Из госбюджета в качестве помощи выплатили 1,162,4 миллиона тенге почти за 2 тысячи голов крупного рогатого скота, 749 лошадей и больше тысячи голов мелкорогатого скота. Цифры, говорят, в местном Акимате не окончательные. Министерство сельского хозяйства продлило прием документов на получение компенсации за погибшие и пропавшие во время паводка скот. Вновь поступившие заявления рассматривает районная комиссия. После людям назначат компенсационные выплаты.